Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И в этом обзоре мы рассмотрим с вами, наверное, на данный момент самые большие часы Invicta из коллекции C-Hunter. Раньше первенство самых массивных часов в компании занимали часы из коллекции Arsenal. И вот C-Hunter третьего поколения, можно сказать, так сделали хорошо часы из Arsenal, так как здесь и диаметр больше, и толщина, и вес. В общем-то, диаметр без вот этого колпака, который на сантиметр затягивает, диаметр корпуса 58 мм. Толщина 23 мм. И вес 487 грамм. 487 грамм. Я прям повторяю по два раза каждую цифру, потому что, ну, на самом деле, для обычного человека какие-то феноменальные цифры касательно наручных часов. И, в общем-то, запястье, конечно же, для этой модели должно быть просто огромное. В целом, часы сделаны очень качественно. В деталях достаточно интересные. Корпус и браслет из нержавеющей стали с позолотой 18 карат в сочетании с сатинированной стали и зеркальной шлифованной. Вот, как, например, по центральным звеньям браслета. Давайте поближе будем рассматривать часы. Отделка очень качественная. Застежка раскладная с фиксатором. С гравировкой морского кита. Хотел сказать ската. Но скат у нас, если не ошибаюсь, на более старых, да, получается, коллекциях. Си Хантер. Здесь внутренняя часть застежки также с напылением. Инвикто, кстати, вот я смотрю, перестала экономить на этих элементах. На задней крышке здесь фирменный пропеллер. Он всегда был символом коллекции Си Хантер. Также здесь многие характеристики. Посмотрите, внутренняя отделка браслета также выполнена на высоком уровне. И даже вот я смотрел звенья внутренней части. Тоже отделка очень хорошая. Единственное, здесь они уже потертые, потому что, ну, в принципе, трущиеся места. Но в целом видно, вот, текстура сатинирования здесь очень даже неплохая. Так, давайте перейдем к этому колпачку. Огромный колпак, который закрывает огромную заводную головку. Также с пропеллером. Очень удобные кнопки. Смотрите, такой агрессивный, брутальный безель. Очень легко вращается. Он прям такой высокий, плотный. Проскальзывать между пальцами не будет. Люфта никакого нет. Такой собранный ход. Безель нужен для фиксации интервала времени под водой. На нем вот есть люминесцентная разметка от 0 до 15 минут. Как и стрелки и метки на циферблате. Давайте я вам сразу покажу, как подсветка в темноте смотрится. У Invicta, конечно же, подсветка, как обычно, выглядит круто. Но на самом деле, показывает она, вернее, светится достаточно недолгое время. То есть, вначале, в принципе, ярко, но затухание быстрое проходит. Здесь, конечно, у Invicta это никогда не было сильной стороной. Стекло закаленное Flame Fusion приравнивается по классификации к Hardlix. На самом деле, очень прочное, надежное стекло. Значит, яркий, зеленый, красивый циферблат. Зеленый сейчас становится в моде. Раньше к нему как-то специфически относились, и я в том числе. Но сейчас все-таки есть какая-то фишка в зеленом цвете. И с золотым цветом, в общем-то, он очень даже прикольно смотрится. Водозащита этой модели 200 метров. Раньше C-Hunter делали с водозащитой где-то 300 метров. И кнопки за водная головка завинчивались. В этом был смысл. Часы были немножко меньше, легче. Все-таки, когда у вас в руках такой гигант на 487 грамм, ну, заниматься дайвингом в этих часах, наверное, будет не очень комфортно. Поэтому 200 метров для того, чтобы купаться, более чем. В плане дайвинга я бы эти часы не рассматривал. Хотя коллекция изначально позиционировалась как часы для дайвинга. В модели установлен швейцарский механизм RONDA Z60. Сейчас, как я говорил, достаточно популярный у INVICTA. Есть на то причины. Он простой, надежный, неприхотливый. Состоит он из функций дни недели и дата. Также простой секундомер-хронограф, который состоит из счетчиков маленький циферблат 30 минут. И большая секундная стрелка, которая стоит 60 секунд. Вот с щелчком запускается секундомер. С тем же щелчком останавливается и обнуляется. В правом верхнем окошечке идет основная секундная стрелка. В первом положении заводной головки против часовой стрелки меняется дата. И во втором против часовой стрелки устанавливается время. На этом функционал закончился. Давайте я померяю часы на свою руку. Ну, в общем-то, вот такая нелепость на моем запястье. 18 сантиметров в обхвате. Часы очень огромные. Конечно же, мне некомфортно. У меня маленькая рука и вес просто сейчас на вытянутой руке. Явно клонит руку вниз. И, в общем-то, тяжеловато. Если я минуту подержу, то можно сказать, что я даже подход с маленьким весом сделал на вытянутой руке. То есть, как вы понимаете, рука здесь должна быть массивнее. Хотя, смотрите, вот от ушка до ушка, в принципе, обхватывают мою кисть. Но все-таки и рука, и кулак должны быть нормального, адекватного размера для этих часов. Ну, в общем-то, давайте подводить итоги. Для кого эти часы? Эти часы однозначно для мужчины с очень большой рукой. Для мужчины, у которого есть уже в коллекции более повседневные часы. Потому что, ну, такую модель вы на каждый день вряд ли оденете. Хотя, есть тип мужчин, которые любят такие кричащие аксессуары. Но, опять же, они обычно одним аксессуаром не ограничиваются. Если говорить об эпатажности, то у Invicta, наверное, с таким размером, это просто верх. На общей, скажем так, плоскости с Arsenal. Это две единственные такие самые крупные часы у Invicta. Хотя у марки вообще, в принципе, маленьких часов очень мало. Вот. В целом, часы, конечно же, не дешевые. Но здесь очень высокое качество, очень хорошая отделка, очень неплохой функционал. В принципе, берешь эти часы в руки и чувствуешь, что вещь дорогая, качественная. На этом закончил обзор. Надеюсь, он поможет вам с вашим выбором. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока. Пока.